Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 49 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Не секрет, что на фондовых рынках продолжает раздуваться пузырь. И начавшийся сезон отчетности нам покажет, насколько сильно и критично текущие оценки компаний оторвались от реальности. То есть от финансовых показателей. Хотя и без этих отчетностей по мультипликаторам все очень хорошо видно. Множественных позитивных сенсаций по отчетностям я не жду. Причину возникновения пузыря на фондовом рынке вы все знаете прекрасно. Это беспрецедентное количество денег, залитое в финансовую систему через различные стимулы. Стимулировали и не перестают стимулировать пострадавшие в пандемию экономики. В частности, Федеральная резервная система США продолжает накачивать экономику деньгами, забирает плохие долги к себе на баланс. И это помогает расти фондовому рынку, несмотря на опасения изменения денежной кредитной политики. Считается, что в будущем Федрезерв прекратит эту халяву. Точнее, будет постепенно сворачивать свои денежные стимулы. Но сейчас именно на продолжающейся достаточно мягкой риторике ФРС рынок не забывает расти. Покупатели активов на фондовом рынке верят, что американский регулятор продолжит поддерживать финансовую систему и экономику. На этом все сейчас и держится. Так вот, по мнению Банков Америка, Федрезерв скоро перестанет помогать рынкам. Это видео создано по материалам заявлений представителей Банков Америка. Буду цитировать. Есть смысл обращать внимание на аргументацию. Так вот, по информации от Блумберг, стратеги Банков Америка считают, что на этот раз Федеральная резервная система США, возможно, не будет так стремиться спасать фондовый рынок. Цитирую. ФРС, возможно, будет менее склонно так легко отклоняться от планов сокращения и поддерживать рынок, как в прошлом цикле. Конец цитаты. В качестве причин для своего скептицизма они приводят оценку стоимости акций и доходность, ускоряющуюся до крайностей, а также отмечают все более реальные риски превышения инфляции и удержания ее на высоких уровнях. Эксперты Банков Америка отмечают при этом, что давление обстоятельств на Федрезерв увеличивается и регулятор может сменить приоритеты в своих дальнейших действиях, обратив внимание на возрастающие риски продолжения сверхмягкой денежно-кредитной политики. Сейчас, после довольно длительного периода роста на фондовых рынках, который, как я уже сказал, возник по причине очевидной стимуляционной денежной поддержки, можно заметить некоторые охлаждения на большинстве ключевых фондовых площадках. Основными причинами такой динамики считаются растущая инфляция, энергетический кризис и опасения по поводу замедления темпов экономического роста. Все это оказывает заметное давление на настроение покупателей. Далее цитирую стратега в Банк оф Америка. «Уверенность в покупках на провале может только уменьшаться по мере того, как дольше сохраняется это боковое движение цены. Рынку может потребоваться период плохих новостей, чтобы вернуть ФРС на свою сторону или достичь более привлекательных уровней оценки». И действительно, текущая коррекция по S&P 500 до сих пор не выкуплена. Почти все предыдущие коррекции выкупались за очень короткое время, и чем дольше этот фондовый индекс будет находиться ниже максимума, тем больше возникнет сомнений в продолжении восходящего движения. Тут я, пожалуй, соглашусь, нервы у покупателей могут не выдержать, и индекс может отправиться вниз. При этом ФРС, возможно, в этот период будет сосредоточена на решении других своих проблем. Ведь Федрезерв при формировании своей политики обращает внимание на целый ряд показателей и тенденций. Учитывается ситуация на рынке труда, инфляция, темп экономического роста, доходности казначейских облигаций и т.д. Ситуация на фондовом рынке тоже важна, но ФРС понимает, что там уже пузырь, и будет пытаться сдуть его безболезненно. В принципе, нет нужды поддерживать этот безудержный рост на фондовом рынке. Продолжаю. Но есть эксперты и инвестдома, которые не согласны с Bank of America. Например, эксперты Goldman Sachs и JP Morgan Chase. Они реально продолжают советовать инвесторам покупать на спадах и в будущем. Всем известный BlackRock на данном этапе занимает нейтральную позицию, признавая, что недавний максимум по S&P 500 вполне может просуществовать какое-то время. Пишите в комментариях свое мнение, будет ли ФРС и дальше спасать фондовый рынок, как долго, на ваш взгляд, продлится период низких процентных ставок и мягкой денежно-кредитной политики. Пишите, очень интересно, кого будет больше оптимистов, пессимистов или реалистов. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, и да пребудет с вами сила сложного процента.